АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это называется «Привет ЕГЭ». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр, Ганнибал, Курмамбек и Виталик. АПЛОДИСМЕНТЫ Он говорит, ну всяк, а не Курмамбек и не Виталик. Ганнибал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты уверен? Говорит, уверен, что же я в школе не учился. АПЛОДИСМЕНТЫ Отловил он на улице такую модную девчулю. Фланирует такая фря из себя вся. Гольф-стринги. Ну, одно дело, когда так отвечают на улице. Другое дело, когда так же отвечают на экзамены. Девочка учится на врача-ветеринара. Вытащила билет. Ее потряхивает немножко. Профессор говорит, ну зря волнуетесь. Ну, хороший же вопрос. Внутреннее строение свиньи. Она говорит, это вам ха-ха-ха-ха-ха-ха-хороший. Там этой свиньи внутри столько намешано-напутано. Вообще не вспомнить. Профессор, ну я учила. Намекнитесь, чего мне начать с простенького? Намекнитесь, чего начать? С простенького намекиваю. Начните со слепой кишки. Она говорит, да ладно. У нее что, есть кишки зрячие? И вы знаете, со стороны может показаться, да, что это подсадки. Актеры специально для шоу, да, работают. Я решил провести эксперимент на живом человеке. Сосед со второго подъезда. Зовут Леня, 17 лет. Говорю, Лень, ответил бы на несколько вопросов. Он говорит, для вас, Геннадий Анатольевич, «Любой каприз». Я говорю, кто такой Зержинский? С нашего района. Я говорю, не-не-не, Зержинский, исторический персонаж. Он, Зержинский. Ну, Галдин. Зержинский, это, Зержинский, это, это что-то с оружием связано. Я говорю, а точнее, уж не он ли автомат Калашникова придумал? Я говорю, Леня, пока вам все мимо. Давай попроще, кто такой Шварценеггер? Он говорит, то ли терминатор, то ли губернатор. Говорю, ну это уже ближе. Жюль Верн. Он говорит, знаю. Жареные грибы в чашечках. Мы были в ресторане, батя говорит официанту, неси четыре Жюль Верна на всю семью. Я говорю, погони не. Несъедобные грибы. Я говорю, Лень, ладно, какие знаешь океаны? Он говорит, а он шо, не один? Я говорю, нет. Ну, вы начните, а я подтянусь. Я говорю, ну, подтягивайся. Тихий. Он, громкий. Я говорю, индийский. Чай? Я говорю, ладно. Какие планеты знаешь? Он говорит, с планетами проще. Планеты, какие я знаю. Какие я знаю? В смысле, не я. Я говорю, ты, какие знаешь планеты? Он говорит, Луна. Я говорю, хорошо, допустим. Еще он. Так, Луну я назвал, значит. Луна. Это, это, ма-ма-ма. Марс? Я говорю, с ума сошел? Это же шоколадный батончик. Он лоханулся, что-то я не подумал. Конечно, Марс, это шоколадный батон. Марс, некий. Баунти. В общем, Геннадий Анатольевич, пока только Луна. Я говорю, Лень, а как ты думаешь, Луна крутится вокруг Солнца? Или Солнце крутится вокруг Луны? Он говорит, Геннадий Анатольевич, сейчас такие времена. Кто как может, так и крутится. Я говорю, а что такое абзац? Он говорит, удивление. Я говорю, а сильное удивление? Полный абзац. Говорю, Лень, у меня от тебя, полный абзац. Он говорит, Геннадий Анатольевич, вы меня извините, у меня что, голова мусорное ведро? Мне нафига это все знать? Зачем мне все это знать? Понимаешь, что если мне что-то надо знать конкретное, я загуглю, выгуглю, отгуглю и буду знать. Я говорю, понял тебя. Последний вопрос, иди домой. Кто эти люди? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Пушкин и Лермонтон. Так поэты. Я говорю, уверен он? Да, все шестеро. Я написал комментарий. У поэтов судьба непростая. Думал Леха по кличке Гнедой. Хорошо, что я книг не читаю, потому я всегда молодой. Но прежде чем расстаться, он говорит, а я могу листик с собой забрать этот? Я говорю, тебе зачем? Надо. Я говорю, ну бери. Встречаемся через пару-тройку дней. Он говорит, Геннадий Анатольевич, я в шокусе. Я своей бабуле, АЕ-72, загадал все эти вопросы подряд. И она, не гуглясь, на все ответила с первого раза и ни разу не ошиблась. Я говорю, ба, в чем фишка? В чем секрет? Она говорит, никакого секрета внучек нет. Просто я училась в обычной советской школе. Спасибо. Спасибо.